Выйдя на пенсию и решив поменять свою старенькую Hyundai Sonata на новый автомобиль, который должен был прослужить им до самой смерти, семья уральских пенсионеров стала жертвой, как выясняется, популярной мошеннической схемы. Пожилые люди лишились своей Sonata, оказались банковскими должниками и владельцами сомнительной микролитражки, которую из-за разницы так называемых винномеров даже не могут поставить на учет в ГАИ. Все это привело к потере здоровья пожилого человека. Первый раз вызывали седьмую возник. Вот так сволочи в автосалоне обманывают клиентов. Вот до чего людей доводят. Скоты. Патя лучше стала? Точно? Все началось с того, что 61-летний житель поселка Бесерть, что в 100 километрах от Екатеринбурга, увидел в интернете рекламу автосалона, продающего все известные марки автомобилей по весьма привлекательным ценам. Особенно Анатолия Викторовича заинтересовала пятая модель Cherry Tiggo – китайского кроссовера, цена которого в приличной комплектации на сайте значилась как 870 тысяч 200 рублей. По объявлению, что можно приобрести машину Tiggo 5 Pro, мы решили купить новую. Там по объявлению было, что продается она по госпрограмме Casco и за малую цену за 7 тысяч на 7 лет в кредит. Мы решили приобрести новый автомобиль, поменять свой старый – Hyundai Sonata. Анатолий Викторович заполнил заявку на сайте автосалона и получил предварительное одобрение на покупку своей мечты. 30 октября, встав пораньше, поскольку сайт обещал дополнительную скидку покупающим автомобиль до полудня, семья Петровых выехала из Бесертия в Екатеринбург. В пути у них раздался телефонный звонок. Менеджер салона беспокоилась, точно ли они приедут. Перезвонили, она, Алиса, менеджер, сказала, приезжайте, все так и есть. От 6 тысяч до 7 в месяц на 7 лет. Ну мы и подумали, что с пенсии, полпенсии можем будет платить и есть на что существование. И когда поехали 30 октября в этот автосалон, Алиса звонила. И вы едете, да, мы едем. В салоне их встретили приветливо. Удивило пенсионеров только то, что им вновь пришлось оформлять заявку на кредит. Хотя Алиса по телефону сказала, что одобрение банк уже дал. А когда повторное одобрение пришло, размер ежемесячных выплат неожиданно вырос в 6 раз. Когда оформляли, я спросил, давайте, сколько это будет ТИГА 5 про стоить в месяц на сколько лет. Посчитали 43 тысячи. Я говорю, нет, не пойдет. Супруга, пойдем домой, все. Не желаем этого даже. Мы уходить из автосалона начали. Нам перегородили путь. В этот бы момент пенсионерам проявить настойчивость и уйти. Но они этого не сделали. Как не сделали это и сотни других обманутых покупателей этого и ему подобных салонов. Екатеринбургский городской портал Е1 накануне опубликовал собственное расследование деятельности целой сети мошеннических автосалонов по всей России, работающих по одной схеме и, похоже, принадлежащих одним и тем же владельцам. Екатеринбургский Royal Auto оказался в том самом списке. Неприемлемые условия кредитования, якобы предложенные банком в ответ на заявку, были ничем иным, как психологическим приемом, использованным для того, чтобы примирить потенциальную жертву с мыслью, что выбранную им машину им не купить. Во-первых, у Royal Auto нет автомобилей по тем ценам, которые они предлагают на своем сайте. А во-вторых, у них вообще нет автомобилей, которые могли бы заинтересовать разумного покупателя, находящегося в здравом уме и твердой памяти. Но зато есть клиенты, имеющие деньги и желание их потратить, и есть собственное желание переложить эти деньги в свой карман. Пенсионерам не дали уйти, а пообещали что-нибудь придумать. Во-первых, присмотреться к другому автомобилю подешевле. Тот же Cherry Tiggo 4. По их уверению, его немедленно погрузятся в склады в Березовском и привезут в автосалон. Пройдемте, давайте подумаем еще раз, как получить одобрение банка. Только вы должны мне помочь. Сейчас вам перезвонят из банка, а вы чуть преувеличите сумму своих доходов. А нам еще сказали обманом, что как будто я получаю 40 тысяч пенсий с этого, что что-то вяжу, и я как будто мне какая-то доходы у меня. А муж 30 тысяч. У него 14 тысяч, а у меня 10 тысяч. Анатолий Викторович сделал так, как его научил менеджер автосалона. Это еще один классический прием мошенников. Вовлечь свою жертву во что-то противоправное, чтобы вызвать у него чувство стыда и сделать его своим подельником. В свое время жулики так ловили своих жертв на кошелек. Подбрасывали кошелек на пути какого-то человека, а после того, как он его поднимет и положит в карман, предлагали ему поделиться найденными деньгами. Дальше объявлялся якобы хозяин этого кошелька, и потерпевшему приходилось выплачивать ему всю сумму уже из своих сбережений. Вот и здесь мы же вместе обманули банк. Мы же с вами заодно. Давайте посмотрим, как еще удешевить вашу покупку. Какая, говорите, у вас старая машина Hyundai Sonata 2011 года? Прекрасно. Мы возьмем ее в трейд-ин. Автомобиль Петровых, рыночная стоимость которого примерно 450 тысяч рублей, был оценен менеджером салонов в 200 тысяч. Но вопрос, почему так мало, тот ответил, вторая половина стоимости будет засчитана в качестве скидки. К тому времени, когда банк одобрил вторую заявку на кредит, пенсионеров уже успели поводить по нескольким кабинетам, передать одного менеджера к другому и заставить заполнить и подписать кучу бумаг. При этом покупаемую ими машину они так еще и не видели, а свою уже успели продать автосалону. В итоге второе банковское предложение оказалось не лучше первого. Все те же 40 тысяч в месяц в течение семи лет. У Анатолия Викторовича началась паника. Тот говорит, менеджер, вам плохо, сейчас обожжите, я вам водичку. Вышел, принес стакан воды, я выпил, у меня все помутнело, вот так. Жена увидела, что что-то не так, уже со мной плохо, жена таблетку дала. Ну и это, супруга говорит, давайте какой-нибудь другой вариант, выйдем, посмотрим, другую машину подешевле. Вышли, они уже подготовили нам ржавую какую-то старую машину. Супруга говорит, вы что смеетесь? Ну и это, другой подвели, тоже старая машина, бэушная. Не-не-не, супруга говорит, мы только на новую договаривались. Все, нам тогда там в углу, в ангаре в этом стояла Нексия 2019 года. Вот, они нам ее подсунули, ну, кредит, говорят, будет 22 тысячи с чем-то. Видя состояние пенсионера, менеджер его, тем не менее, обманул еще один раз, заставив подписать бумагу о денежной компенсации, выявленных при осмотре недостатков машины. А когда туда заводили, он сказал, сейчас вам выдадут подарком, ну, 30 тысяч, мы, я договорился, что ты нам отдаешь 25, а себе 5, ну, я не соображаю. Потом они 25 забрали, 5 мне дали. Ну, и так я сел на машину, как домой приехал, я не помню. По словам Анатолия Петрова, покупка совсем не той машины, которую они планировали, отняла у них целый день, с 9 утра и почти до 7 часов вечера. Об этом приеме рассказывали и другие обманутые клиенты этого салона. После 9-10 часов постоянных переговоров, подписания сотен бумаг, без обеда, без ужина, покупатель перестает уже что-либо соображать и ждет только, когда это все закончится. Отрезление наступает уже на следующий день. Анатолий Викторович не помнит, как он в тот день, 30 октября, доехал 100 километров до своего дома. Выпив горсть таблеток и поспав, он открыл полученные в салоне бумаги и ужаснулся. Трехлетнюю, пусть даже не эксплуатировавшуюся узбекскую Нексию Равон-4, он с учетом выплат по кредиту приобрел за 2 миллиона 139 тысяч 534 рубля 68 копеек, плюс отдал свой старенький, но исправный Хенде. Любопытно, но банк оценил залоговую стоимость нового авто в 791 тысячу. Салон продал ее пенсионеру за 1 миллион 130 тысяч, взяв наличными 200 тысяч за Сонату, но навязал ему услуг еще на 300 тысяч рублей, плюс без малого 1 миллион рублей процентов по кредиту, которые старики должны будут выплачивать 7 лет подряд. Осмотрев свое приобретение внимательнее, пенсионер нашел в Нексии массу недостатков. Отсутствовали заводские этикетки на дверях, что могло свидетельствовать о том, что двери меняли. Отсутствовала обещанная шумоизоляция. При движении машину вело влево. Такое бывает, когда деформированы лонжероны, например, при падении машины с автовоза. Хуже того, не совпадали номера на кузове и двигателе с указанными в дубликате ПТС, выданном в Ройал Авто. Автосалон сказал, дубликат ПТС, а не оригинал, придет только через курьера с Москвы. Я заподозрил что-то неладное. Поехал к ним в среду 3 ноября в автосалон. Меня встретили те же менеджеры. Спросили, что такое. Я им сказал, почему еще нет оригинала. Они сказали, будет, не переживайте. Также Анатолию Петрову сказали отправить оригиналы договоров о продаже и дополнительно оказанных услугах заказными письмами в Москву и Новосибирск, приложив к ним свои паспортные данные. Тогда-то с ним и случился первый сердечный приступ, после которого пенсионер решил обратиться к юристам. Претензию, составленную юристом Аленой Холнозаровой, в Роял Авто приняли. Видимо, да невидимо, абсолютно точно, это далеко не первый случай такой продажи, и работники салона знают, что делать в таких ситуациях. Однако в отведенный законом 10-дневный срок на эту претензию не ответили. По словам Алены, у банков есть так называемый период охлаждения. Двухнедельный срок, когда заемщик может передумать и отказаться от кредита. После этого срока вернуть все назад значительно труднее. А когда через две недели юрист все же получил ответ от салона, он оказался отрицательным. Якобы клиент добровольно совершил покупку, все документы заверил своей подписью. Его автомобиль Hyundai Sonata также был приобретен с соблюдением всех формальностей. А что касается недостатков Nexie, так пенсионеру же были выплачены 30 тысяч рублей компенсации за эти самые недостатки. В этот момент Анатолию Викторовичу второй раз стало плохо с сердцем. Врачи скорой диагностировали гипертонический криз и, как бы между прочим, сообщили его родственникам, что только у одной этой бригады врачей это уже пятый вызов в этот автосалон за непродолжительное время. Второй раз выезжаем с автосалона «Рояль». До чего людей доводят? До больницы, до инфаркта. Юрист Алена Холнозанова, взявшись за это дело, нашла в интернете сотни самых негативных отзывов о «Рояль-Авто», в котором развод покупателей происходил как под копирку со случаем Анатолия Петрова. В полиции, куда нападало заявление, также подтвердили, что это не единственная жалоба на, вероятно, мошенничество со стороны этих продавцов. Знают об этих инцидентах и в Роспотребнадзоре, и в прокуратуре. А журналисты Е1, как уже говорилось, раскопали, что «Рояль-Авто» не единственный салон этой сомнительной сети в Екатеринбурге. Тем же владельцам в райской столице принадлежат еще как минимум четыре салона. На Черкасской – три, на Космонавтов – 11Д, на Селькоровской – 82А, в Базовом переулке – 38, а всего по стране их несколько десятков. Владельцы этого бизнеса живут в шикарных особняках под Москвой, катаются в роскошных автомобилях, а вся выручка от этого бизнеса стекается в офшорную компанию на Сейшельских островах. Есть ли на них управа? Пока непонятно. Уголовные дела по признакам мошенничества уже возбуждены в Челябинске, в Уфе, в Перми и в Ростове-на-Дону. Ближе всего к успеху обманутые клиенты в Перми. Там глава краевой полиции обещает завершить расследование уже в первом квартале будущего года. Будут ли наказаны екатеринбургские дельцы? Алена Холназарова очень рассчитывает на это. По ее словам, к этому делу, кроме районного отдела полиции, подключился городской АБЭП и прокуратура. Она не сомневается, что у правоохранителей уже есть десятки заявлений, подобных тому, что подала она. Та уже будет следить за развитием этой истории. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.